я записал много лекции на тему индийской философии эти лекции доступны спонсором нашего видеоканала но сегодня поговорим вот о высшем благе сумму бонум размышляем что это такое и как его достичь и различные системы индийской философии дают свои ответы на этот вопрос и свои пути достижения этого блаженства высшего о цель цель ради высшей цели какой может только стремиться человек и существует и существовали эти философские системы очень не поговорим сейчас поговорим на эту тему веданта веданта признает истинное спасение как мог шу познание брахмана познание которое равнозначно отождествлению с брахман но этот брахман или бог не видим и недоступен для обыкновенных способностей нашего ума но он может быть познаваем при посредстве откровения содержащегося в ведах как шведакету говорил это есть ты дат вам аси всякий последователь веданты должен понять это и осуществить свое торжество с брахманом как осуществление всех своих желаний как прекращение всех страданий дух ханта ну вот подход отождествление выйти за рамки за рамки нашего ума смотрите какая интересная сверхзадача и цель до то что я способен познать своим умом не принесет мне счастья потрясающе только посредством откровения содержащегося в ведах есть опять не во мне вне меня сейчас вот вы увидите к чему я клоню и вы увидите насколько эти идеи индийской философии вообще продуктивно какой заряд энергии там и какое они могут найти развитие продолжение все безумно интересно и так вне меня книга вот смотрите веда веданта да веданта значит там я хожу нахожу ответы посредством откровения я отрождествляюсь с брахманом вот вам ученость по сути а для того чтобы веда понимать что я должен быть грамотным человеком я должен узнать этот язык должен понимать значение слов то есть истинное спасение или мокша до познание познание это работа интеллекта поэтому это интеллектуальное развитие до чтение серьезной литературы не просмотр мультиков да и веселых картинок серьезной литературы это большая интеллектуальная работа и тогда я отождествляюсь с брахманом вот вам глубина глубина это есть отождествление с брахманом это избавление от страданий прекращение этих страданий я помню и все все работает на на меня потому что вот допустим в депрессии человек когда он находится он что он отрицает смотрите поэтому я говорю что депрессия это шанс для того чтобы мы начали жить своей жизнью приобщились к истинному подлинному познанию прекращение всех страданий также цель философии санхи но достигается иным путем копила дуалист и он что делает делит мир на объективный субстрат и субъективный дух духи да он видит причину всех страданий в том что духи отождествляются чисто объективным или вещественным поэтому что признается истинным средством уничтожения всяких ус и достижение полной свободы духа наше развлечение между духом и матери между субъектом и объектом между поруши и прокрытия и вот кайвалья одиночество таково настоящее название блаженство обещаемой философии санхи опять да это дуализм с чем я себя отождествляю я отождествляю себя с миром вещей материальным миром я страдаю вот эти узы да мешают мне достичь полной свободы духа полная свобода духа связана с одиночеством когда я раз отождествился с этим миром как интересно опять а к чему я прикоснулся опять интеллектуальное мое развитие я достигаю блаженства путем освобождения от объективного субстрата путем свободы духовной и одиночество одиночество да вот я погружаюсь в мир невещественный нематериальный и там есть одиночество потому что там нет материи никакой да там не за что ухватиться там там пространство свободы но это же надо прийти к этому да тоже понять это уже сложно понять вот диаген когда он он избавлялся от всего того без чего можно обойтись когда он увидел что мальчик пригоршнями пьет воду из родника то диаген выбросил кружку вот вот она да вот свобода от вещей но для того чтобы освободиться ведь это какую надо работу проделать тоже да большую глубокую интеллектуальную работу не каждый может может это каждый но не проделывает и одиночество одиночество название блаженство если я не связан с миром вещей ну скажите кому это будет интересно мы видим да что человеку которого нет ничего никому не интересен я имею ввиду в материальном плане это одиночество это и свобода это и счастье это и блаженство ты не страдаешь философия йоги придерживается того же взгляда на душу получающую свободу и при этом сильно настаивает на духовных упражнениях припоследствии которых душа всего лучше может достигать и сохранять мир и спокойствие и таким образом освободиться от иллюзий и страданий жизни она также сильно настаивает на преданности духу высшему среди других духов само бытие которого по мнению копилы это не может быть установлено никаким из признанных средств знания про ман опять недоступно уму недоступно по знанию вот уже в другой философии да санхи йоги опять наш ум бессилен здесь мы можем на ум свой полагаться вообще ни на что есть нечто большее чем ум вот он называется откровение да называется дух и знания ну смотрите мы получаем это знание но это не признанные виды знания да это что-то по другую сторону этого процесса познания лежит вот интеллектуальной деятельности то есть для того чтобы мы пришли к духу опять нам необходима интеллектуальная работа которая нас приводит к избавлению от иллюзий и страданий жизни мы достигаем следующего вот да этапа где неприменимы никакие знания знания нужны нам для того чтобы выйти на этот этап и дальше эти знания отменяются опять интеллектуальная работа да духовные упражнения вот йоги это первоначально было такое вот духовное упражнение потом это превратилось превратилось в физически разные занятия ограничения потому что ну вот нужно было сфокусироваться слишком отвлекает многое санхи настаивает на отличие между порушами субъектами и прокритием всем объективным как на единственном средстве окончательного возраста блаженства веданта постулирует уничтожение всякого различия между я и миром и между я и брахманом как интересно да как единственное средство как единственное средство достижения мокши пути различные но достигаемая цель одной этаж смотрите да как интересно средство разная цель одна это нас тоже может научить многому да неважно каким путем идет человек каждый своим путем идет к этой цели а цель одна избавление от страданий счастья блаженство и даже если человек страдает а он и страдает для того чтобы освободиться от этого иначе иначе бы он не страдал уже человек освобожденный просветленный блаженный человек он счастливый и не страдает уже поэтому не надо вмешиваться в этот процесс каждый интуитивно выбирает свой путь все страдают и это путь к избавлению от страданий смотрите как тут как деликатна вообще философия деликатно не навязчиво твое дело твое дело хочешь страдай не хочешь не страдай тоже есть путь в этом смысле выбор есть и путей много вот по крайней мере два здесь мы уже увидели избавление от страданий вот еще меманса система джеймини значительно расходится с мемансы и бадараяны она настаивает на делах карма и на их правильном совершении она утверждает что спасение может быть достигнуто с совершением таких дел если только они совершаются без всякого желания вознаграждения как на земле так и на небесах еще один путь действие смотрите да и чтобы действовать этого тоже нужен интеллект мы не можем даже вслепую не можем потому что мы делаем опять же выбор мое действие оно каким приводит последствия что я хочу быть счастливым или несчастным карма она она жестока карма в том смысле что справедливо в том смысле что и имеет последствия значит опять я должен с умом подходить до 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 этого мне нужно к делам своим вот мы учимся тоже вот смотрим да я совершаю действия они имеют последствия карма значит какие для меня последствия а эти последствия делают меня счастливым вознаграждение вот здесь вопрос очень интересный вознаграждение да да смотрите не важно даже получается важно чтобы я действовал просто вот моя активность она уже приводит к состоянию освобождения и 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 да будут последствия но благодаря этим последствиям я развиваюсь смотрите какое вообще ну скажем так оправдание любой активности никакого суда никакого упрёка я действую значит я свободен я не действую значит мне не видать блаженство и счастье и любая попытка не пытка наоборот любая попытка путь до блаженства вот мы страдаем ведь в состоянии депрессии человек страдает да ужасное состояние которое имеет последствия самые негативные и для тела человека там это надо восстанавливаться очень долго так вот смотрите тут нам тоже вот эти мемансы дают ответ подход действуй действовать карма должна работать даже если ты бездействуешь то это действие тоже твое ты получаешь ты получаешь эту карму ты получаешь эту карму но нужны все таки дела все таки дела они не бездействие да поэтому поэтому действуем и получаем вознаграждение не сами без всякого желания вознаграждения вот очень интересный ход такой да это бескорыстие в моих делах должно быть бескорыстие надо дать карме работать вот это бескорыстие оно приводит меня к счастью смотрите как интересно система ньяи и вайшешики довольствуется указанием пути к спасению состоящего в правильном знании которое может быть получено при посредстве ясного понимания шестнадцати предметов обсуждаемых гатамы или шести или семи категорий выставляемых канадой эти две философские системы согласны одна с другой кажутся очень характерно отличающимися от всех других тем что они не признают ничего невидимого или трансцендентального соответствующего брахману или прокрития они довольствуются учением что душа отлична от тела что если оставить веру в тело как наше собственное то наши страдания всегда достигающие нас при посредстве тела прекратятся сами собой смотрите как интересно да оставить веру в тело как наше собственное наши страдания прекратятся сами собой да не эксплуатировать тело свое не не относиться вот это а вот собственничество да собственничество посмотрите вот здесь вот уже собственность как источник страданий мне ничего не принадлежит мне принадлежит только дух вот вчера я как раз медитировал и думал что вот насколько мой дух насколько мой дух сейчас это я слово подыскиваю но он мощен дух мощный дух я его ощущаю практически и и и вот тело тело как будто бы все тело работает на этот дух понимаете то есть я тело это оно как бы не мое собственное тело да это тело просто вмещает мой дух вот я вот ощущал это я там части тела ноги руки корпус да я я понимал что это тело только ради духа существует соответственно я это тело что берегу душа то отлично она она отлично от тела вот тоже очень глубокие такие вот озарения о древних индийских философов от Канады да а готамы и смотрите эм я конечно не призываю эм к тому чтобы там эм эм заниматься умиршлением плоти да нет конечно но но когда уходит это потребительское отношение к телу да что вот оно должно там что-то делать в конце концов вы знаете что происходит интересное вот иммунный ответ например да когда человек нагружает тело свое эм то иммунитет падает человек заболевает и дух тоже духу тоже плохо то есть вот перестать это тело эксплуатировать это очень глубокая мысль понимаете то к чему я отношусь как к собственному я это не ценю сейчас мы сейчас мы будем говорить вот о философии немножко поговорим о философии мартина бубера вообще это очень все интересно размышлять по моему это самое удивительное что только может быть вот мы и видим да что путь интеллектуального развития размышления как раз путь к блаженству избавлению от страданий и наши мысли наши мысли да они ведь удивительно влияют на наше счастье вся философия это что идей это мысли посредством которых и достигается состояние счастья вот почему психология психотерапия она эффективна когда спрашивают поможет ли конечно поможет если основа здоровая у человека ну мозг да то конечно поможет избавиться от страданий от болезни с помощью слова исцеляются от болезни с помощью смены мировоззрения и так далее сектуального развития словами нас калечат программируют вот эти вот это ненависть например да это же что проявление негативного мышления уже все знают про психосоматику при этом продолжается нагнетание ненависти людей доводят до госпитализации делают больными вот и смотрите как интересно отношение к телу совсем другое тело вместилище духа значит я что не отношусь как к собственности я его не эксплуатирую удивительно вот казалось бы просто да просто ну что там сколько этой философии тысячи лет а она проста но чтобы к этим простым истинам прийти надо научиться думать размышлять и что интересно вот что эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ которым души наслаждаются близ трона Брахмана в некоем раю не считается окончательным. Оно признается счастьем низшего рода. Этот рай не привлекает и не дает действительно удовлетворения людям достигшим знания высшего Брахмана. Никаких подробностей не приводится этого блаженного состояния. Блаженство, в которое верят последователи Санхи, тоже очень смутно и неопределенно. Смотрите, да? Может проистекать только от самого Пуруши, предоставленного вполне ему самому, в стороне от всех иллюзий и препятствий, происходящих от объективной природы. Аповарга, блаженство, систем Ньяи и Вайшешики, совершенно отрицательно и происходит просто от устранения ложного знания. даже различные названия, даваемые высшему блаженству, обещаемому каждой из философских систем. Очень мало что о чем говорит нам. Невыразимо это все, невыразимо. Нирвана даже не помогает нам. Вот поэтому, смотрите, ничего нет окончательного. Ничего нет окончательного. И мы с вами увидели здесь, да, что всегда есть некая противоположность, некий путь, некое стремление, цель, желание свободы, ощущение несвободы, страдания, да, то, от чего мы отталкиваемся. Есть нечто другое, да, разделенность, разные состояния, различные состояния. Вот представим себе, что что вызывают у нас страдания. Другие. Чужие. вот это ведь постоянный уход от чего-то, да, интеллектуальное развитие, разотождествление, отделение себя, да, смотрите, смотрите, как интересно. и вот тут появляется другой взгляд. Где-то отождествление, а где-то разотождествление, да. вот появляется некая тайна, все равно, блаженство, но не окончательное, понимаете, вот упираемся в тайну, вот мы с одним философом написали книгу «Философские беседы», и там мы тоже практически в каждой главе мы упираемся в тайну. То есть, это еще и тайна блаженства, тайна счастья оказывается. И вот это познание тайны, по-моему, самое удивительное, это как раз путь в неизвестное. Все, что известно нам, все, от чего мы, все, что мы прошли, скажем так, да, и отринули, аж затождествились, привело нас к блаженству, но и то это не окончательное состояние. Что дальше? Познание тайны. Поэтому для меня, например, самое интересное это тайна. Неизвестная. Вот об этом говорит, пишет Джиду Кришнамурти тоже, да. Откажитесь от известного. Все, что известно, все это причина страданий. мы хотим выйти за рамки, за пределы своего ума, своего познания. Вот это есть, это интенция уже, есть это понимание, этот инсайт, это ощущение уже в древней индийской философии. Все, что мы охватываем, перестает нас умом, перестает нас удовлетворять. в ту же минуту. Поэтому блаженство так оно недостижимо. То есть мы постоянно, скажем так, асимптотично. Мы стремимся к нему, приближаемся, но мы можем его достичь. Потому что оно все время ускользает от нас. Мы можем быть счастливы в момент прикосновения к тайне. И оно может длиться. И вот это состояние блаженства, да. И вот эта тайна, здесь она сейчас для нас тайна это такой контекстуальный синоним блаженства, мы познаем. Мы находимся в этом пространстве непознанного, неизвестного. и это нас мотивирует. Как только я остановился в своем развитии, я начал страдать снова. вот поэтому системы развивались. Вот тот же Будда, например, да, нирвана, нирвана, вот эту идею, да. Ну, вот смотрите, а как он пришел? Опять страдания. А с чем это страдание было связано? То есть с тем, что он столкнулся с тем, что было чужим для него. А что было чужим для него? Бедность, нищета, с которой он столкнулся, болезнь, которую он увидел, и старость. Смотрите, мой мир и мир других. и другие это ад. Значит, я сталкиваюсь с миром других. Этот мир, и мне от этого больно. Я страдаю от этого. Вот что такое другой. И Будда, конечно, перевернулась вся его жизнь после столкновения с чужим. Видите, вот философия, да, разотождествиться даже со своим телом, она мне не принадлежит. Все источник страданий. И тут вот, да, Мартин Бубер, Мартин Бубер тоже пишет о тоске поистине, он понимает подлинную субъективность лишь динамически, как колебания. Ну, что такое? Это колебание мысли, это динамика развития. Нет ничего застывшего. Счастье, оно не застывшее. Счастье, оно, ну, как электроэнергия, она вырабатывается. То есть для счастья нужна энергия. А энергия в действии. И вот смотрите, как интересно опять действие, да, активность, вот опять философия индийская, карма. Активная жизненная позиция, мы говорим, да, мы говорим действие, вырабатывается энергия счастья. посредством действия. И тут даже не важно, что хочу я блаженство или не хочу. Здесь хочу я вознаграждение или не хочу. Здесь такой этический момент, да, но это для простых людей все, конечно, было так, адаптировалось. Но, смотрите, но даже вознаграждение, допустим, да, не хочу я. но оно и не нужно. Если я чего-то не хочу, значит, я в этом не нуждаюсь. По сути, сама активность моя вырабатывает энергию счастья. потрясающе. Значит, Матин Бубер прикасается к этой тайне бытия. Источник, где зарождается и растет стремление ко все более высокому абсолютному отношению к полноте участия в бытии. Субъективность изреет духовная субстанция личности. Смотрите, ощущение себя как бытия. Человек, когда не хочет жить, что он отрицает бытие в себе? Смотрите, это не его желание на самом деле. Вот говорят, что депрессия, причина депрессии это идиоты, которые вас окружают. Очень правильно сказано. Потому что субъективно субъективность способствует зрелости личностной. Это возревание духовной субстанции личности. Опять ни ум, ничего, духовная субстанция. Опять мы прикасаемся к этой тайне. Что в этом человеке? Это как харизма. Как вы объясните харизму? Один ребенок рождается. Он обычный серенький такой. Ничего особенного. А другой ребенок с харизмой рождается. Откуда это берется? Вот. Это часть духовной субстанции личности. Это можно развивать, конечно, можно все. Но для этого нужна субъективность. Это мое я. вот это я. Бубер видит в чем? В столкновении с ты. Только в отношениях. И так и происходит. Вот и системы индийской философии это всегда. Ведь в основе их отношения. Будь то с духовно-материально, дуализм копилы или вот веды при общении к Брахману. К Брахману опять я и Брахман и так далее. Смотрите, это буддизм возьмем. Ведь Будда радикальное сомнение. Радикальное обесценивание жизни. Жизнь не имеет ценности никакой для Будды после столкновения с другим. Но вместе с тем появляется очень мощное стремление к свободе. К вот этому блаженному состоянию к нирване. Смотрите, поэтому Мартин Бубер пишет о том, что всякая подлинная жизнь есть встреча. То есть благодаря столкновению встречи проявляется подлинная жизнь и стремление к счастью. То, с чем вы сталкиваетесь, это ваш путь препятствия, все препятствия, по сути столкновение это что-что препятствие. это и есть путь к счастью и блаженству. Которое за которым есть нечто еще большее. Вот что это большее? Но вот я тоже здесь у меня нет слова для выражения этого. Это может быть познано, это не может быть познано, это можно только ощутить. И вот передается это состояние разными словами, это когда магия, волшебство, легко, красиво, свободно, вы на своем месте, баловень судьбы, все получается, хорошее здоровье. но вот все равно это как бы приближение только к тому, что может быть это переживание некоего состояния невероятного, там нет страха. вот Джиду Кришнаморти тоже про страх смерти у него очень глубоко-глубоко копает и нет этого страха смерти, понимаете. Есть только жизнь. Вот это бытие мое, я есть бытие, бытие в себе ощущать, да. и вот Мартин Бубер пишет о том, что познать себя почти всегда означает по существу вот что. Сфабриковать иллюзию себя, обладающую убедительной силой и способную все глубже вводить в заблуждение индивидуальность фикция и в созерцании и почитании этой иллюзии создать себе видимость познания своего способа бытия. ибо подлинное познание привело бы к самоуничтожению или к возрождению. Вот смотрите, да, мы говорим жизнь истерист. Не надо бояться смерти, надо бояться впустую прожитой жизни, не своей жизни. А не своя жизнь это жизнь вещей. Вот люди согласились быть вещами, согласились быть инструментами, согласились быть ничтожествами. их много, этих ничтожеств, они повсюду, вещи, средства, инструменты. А подлинное познание им недоступно. И оно может привести к самоуничтожению, как это происходило с великими умами. Тот же Ницше сошел с ума. Стефан Свейк, трагические судьбы. И к возрождению посмотрите тот же Будда, Джеду Кришнамурти, другие Махатма Ганди. Смотрите, рассвет духа человеческого. Но должно быть подлинное познание. И опять, это тайна, тайна, к чему я приду? К самоуничтожению или к возрождению? Я не знаю. Но я пройду путь подлинного познания. Как этот путь проходит? По Мартину Буберу основное слово я ты может может быть сказано всем существом. Сосредоточение и слияние воедино всего существа не может осуществиться ни через меня, ни помимо меня. Смотрите, я становлюсь собой лишь через мое отношение к ты. Становясь я, я говорю ты. Всякая подлинная жизнь есть встреча. Вот когда мы делим мир и самое ужасное, еще раз повторю, то, что есть, этот экзистенциальный ужас столкновения с чужим. Вот смотрите, никто в глаза не смотрит. Я иду по улице, никто в глаза не смотрит. Это ужас, это страх столкновения с чужим. Вы знаете, что после контакта такого взглядов, когда проходит некоторое время, люди начинают лучше относиться друг к другу. Смотрите, как это все интересно. И войны развязываются тоже. По какой причине? Потому что они чужие. Дегуманизация происходит, ведь все занимаются этим. Любое государство, посмотрите, даже внутри страны занимаются дегуманизацией какой-то части, какой-то группы общества, политики. Разделяй и властвуй. Что такое политики? Люди без философской культуры. Люди, которые существуют для того, чтобы все страдали. Через это страдание приходили к идее блаженства. зло необходимое. Поэтому я смотрю сейчас, вот там я читаю, смотрю на эти, на это, на этот спектакль бездарных актеров. Они меня не вызывают, не вызывают ничего. Ни особых эмоций. Я могу смотреть на это. вот, но именно через отношение к другим появляется всякая подлинность. Вот, смотрите, да. поэтому пока мы не научимся, вот эти, точнее так, не научимся, а мы, когда мы захотим жить подлинной жизнью, мы начнем встречаться, мы начнем замечать других, мы начнем видеть других, начнется общение, начнутся контакты, мы будем себя познавать, опять приходим к этой идее, психологическое другое, это зеркало. Таким образом, вглядываясь в других, как в зеркала, я становлюсь собой. я занимаюсь подлинным познанием, которое приведет меня или к самоуничтожению, или к возрождению. Очень все интересно, о Мартине Бубере у меня есть ролик, посмотрите, любопытно все это, и прекрасно, вот, и всем счастья и блаженства. Бубер